Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма Хэллоуин 2007. Приятного просмотра! Десятилетний мальчишка в маске играется с крысой, пока его родители грязно ругаются на кухне, из-за того, что отец инвалид в семье работает только мать. Но это не мешает ему угрожать женщине, что он ей с кем-нибудь изменит. Младшая сестра Майкла криками была доведена до истерики, а старшая уже привыкла к семейным разборкам и также хамит своей матери Дебори. Игра с крысой закончилась тем, что Майкл отмывает от крови руки и нож. Отчим кидается на странного сына и грозится сломать ему нос. Школьный хулиган перекрыл Майклу выход из туалета и отпускает грязные шутки про его маму и сестру. Пацаны сцепились, а когда их пришел разнимать директор, Майкл послал его нахрен. Дебору постоянно вызывают в школу из-за проблемного сына. В кабинет также вошел детский психиатр Мистер Лумис. Он интересуется, не было ли у Майкла в жизни серьезных потрясений. Дело в том, что у него в рюкзаке нашли мертвую кошку, а еще множество фотографий с другими замученными животными. Это первый звонок о том, что разум ребенка болен. Майкл сбежал из школы, прихватив с собой любимую маску клоуна. Он уже следит за своим обидчиком, который пошел домой через лес. Майкл напал на хулигана, ударив его несколько раз здоровой палкой по ногам. Потом он прошелся по всему телу, парня. Хулиган умолял пощадить его, но юный маньяк закончил дело, размозжив ему голову. Дома калека издевается над сыном и его особенной любовью к животным. Несмотря ни на что, мать-пофигистка разрешила Майклу пойти собрать конфет на Хэллоуин. С ним должна была пойти сестра, но у нее дела с ее потлатым парнем. Ну а мама отправилась на работу в стрип-бар. Вскоре Майкл вернулся домой. Обожрался конфет, взял изоленту и замотал пьяного отчима. Тот даже не заметил этого. А после Майкл взял здоровенный кухонный нож и перерезал мужчине горло. Следующим на очереди был потлатый. Майкл подошел к нему сзади сбитой и нанес первый удар. Парень в конвульсиях упал на пол и Майкл со всей силы нанес еще несколько ударов. После мальчик пошел в комнату к сестре. Там он нашел и надел маску, которую притащил их уже мертвый гость. Девушка удивилась, увидев брата, и тут же получила ножом в живот. Истекая кровью, она побрела по дому. Но Майкл не позволил ей далеко уйти. Во всем доме в живых остались только он и его маленькая сестренка Бу. Майкл, сидя на пороге, ждал маму с работы. Дом оцепила полиция, а репортер рассказывает подробности ужасной бойни. Самого Майкла спустя 11 месяцев поместили в психиатрическую больницу. Главным врачом по его делу назначен Сэмюэл Лумис. Мальчишка отрицает, что он убил своих родственников. Он якобы ничего не помнит, что произошло в Хэллоуинскую ночь. Раз в неделю его проведывает мать. У мальчика завязалась дружба с уборщиком Исмаэлем. В больнице Майкл сделал себе новую маску, а потом еще несколько. Он их снимает только когда к нему приходит мать. Мама, что? Дома все в порядке? Дома все в порядке. За ними он прячется сам от себя. Поведение Майкла становится все более странным и диким. Он хочет вернуться домой и отрицает, что сделал что-то плохое. Лумис договорился, чтобы ему позволили выходить на улицу. Майкл уже даже при матери отказывается снимать с себя маску, а через какое-то время и вовсе перестал разговаривать с ней и врачом. Мать оставила ему фотографию с ним и сестрой. Медсестра подсела и без спросу взяла фото в руки. Зря она осталась сидеть рядом с маленьким пациентом. Майкл схватил вилку и несколько раз воткнул ее женщине в горло. Так он добавил еще одно имя в список своих жертв. Дебора плачет и смотрит старые записи с Майклом, когда казалось, что у нее растет самый обычный сын. А после взяла пистолет и выстрелила себе в голову. С тех пор прошло 15 лет. Через три месяца Исмаэль уходит на пенсию. За это время ему нужно обучить нового сотрудника. Они вошли в камеру Майкла. Все стены и потолок увешаны огромным количеством самодельных масок. И лучше их не трогать. Громиле это не нравится. Исмаэль уважительно относится к больному, в отличие от новичка деревенщины, который постоянно обзывает и угрожает Майклу. После нападения на медсестру он не произнес ни слова. Спустя столько времени Лумис признал, что больше ничем не может помочь своему давнему пациенту. Сегодня их последняя встреча. Лумис попрощался и ушел прочь. Доктор проводит лекции, рассказывая студентам о том, какой ужасный монстр прячется внутри Майкла Майерса. Ночью новый охранник привел в больницу своего кузена, чтобы они вдвоем воспользовались беспомощной пациенткой. Причем они притащили девушку в камеру к Майерсу. Он никак не реагировал на творящийся беспредел, пока отморозки не схватили его маски. Сначала он задушил кузена, а затем разбил голову о стену и охраннику. В больницу приехал Исмаэль и удивился, что на проходной никого не было. Медсестра доживала свои последние секунды, лежа под столом. Еще несколько тел лежало в коридоре. Исмаэль всегда считал Майкла своим другом. Он просит Громилу не делать глупостей и пройти с ним в палату. Но психу плевать, что мужчина все эти годы хорошо с ним обращался и избив, начал топить Исмаэля в раковине. А добил он его, кинув на голову телевизор. Той же ночью о случившемся сообщили Лумису. Здоровенный дальнобойщик по кличке Гризли остановился на заправке, чтобы зависнуть в туалете. К нему постучался какой-то тип в грязных тапочках. На просьбы отвалить он никак не реагирует, поэтому Гризли достал нож. Но воспользоваться он им не успел. Майкл напал на дальнобойщика первым и начал методично бить его о кабинку, пока не перехватил нож и не воткнул его бедолаги в живот. Вот так Майкл раздобыл себе одежду по размеру. Наступило 31 октября. Лори Строуд, поговорив с родителями, отправилась в школу. По вечерам она подрабатывает сиделкой у соседского мальчишки Томми. Майкл добрался до своего дома, где нашел кухонный нож и старую маску, в которой совершил свое первое массовое убийство. Сюда же по какой-то причине приперлась и Лори. Томми не одобряет эту затею, ведь здесь живет бугимен. Девушка закинула в дом почту. Она просто хотела напугать мальчика. В библиотеке девушки планируют, как проведут вечер. Майкл стоит посреди улицы и пялится на них. Через мгновение его уже не было. Директор психбольницы пытается понять, как так получилось с Майерсом. Он был словно в коме последние 15 лет и вдруг перебил весь персонал и охрану. Лумис уверен, что Майкл отправился в родной городок, несмотря на то, что он находится в сотнях миль от больницы. Три подружки шли домой после школы и веселились, пока не увидели перед собой зловещий силуэт. Подруги Лори обматерили его и незнакомец скрылся. Отец Энни работает шерифом. Когда Лори осталась одна, ей стало не по себе. Девушка подозревает, что странный тип продолжает наблюдать за ней. Мать возилась пластиковым скелетом, чтобы украсить двор к Хэллоуину. Так маньяк узнал, где живет Лори. Смотритель кладбища привел доктора Лумиса к могиле матери Майкла. И там они обнаружили распятого койота. Еще и надгробие кто-то спер. Подружка Лори, Линда и ее парень собираются провести ночь в старом доме семейки Майерсов. Они здесь частенько устраивали вечеринки. Линда потребовала принести еще пиво и Бобби отправился к машине взять пару баночек. На обратном пути Бобби натянул на голову простыню, чтобы испугать свою девушку. Но Майкл заточил его в комнату, поднял одной рукой за шею и пригвоздил ножом к стене. Майклу понравилась идея с простыней и в таком виде он пришел к Линде. И когда девушка подошла забрать банку пива, задушил ее. Тем временем доктор Лумис заглянул в оружейный магазин и приобрел там 357-й магнум. Отец Лоры предупреждает Дойт, чтобы она была осторожна. В эту ночь на улицу выходит немало маньяков. Однако, как только девушка уехала вместе с Энни, именно он стал новой жертвой Майкла Майерса. Следующая на очереди мать Лори. Немного потыкав ее ножом и попинав по комнате, Громила сломал женщине шею. Сама Лори сегодня приглядывает за соседским мальчишкой. Майкл пришел домой к Энни, но пока что не стал нападать ни на нее, ни на ее младшую сестру Линдси. Доктор Лумис обратился за помощью к шерифу, но тот не собирается напрягаться больше обычного и предлагает взволнованному мужчине прийти к нему в участок завтра. Сестры пошли в гости к Томми. Маньяк последовал за ними. Энни оставила сестренку с подругой и поехала развлекаться со своим парнем. Шериф не верит доктору, потому что считает, что он шарлатан и просто зарабатывает на трагедии, которая произошла здесь 17 лет назад. Лумис утверждает, что маньяк вернулся за своей сестрой. Шериф позвонил приемным родителям Лори, но ему никто не ответил. Полисмен понял, что поработать все-таки придется. А тем временем Майкл покромсал Энни и ее парня. Шериф вспоминает, как после того, как мать Майерса вышибла себе мозги, он отвез маленькую Бу в другой город и подбросил в ближайшую клинику. Ее удочерили и, казалось, на этом история закончилась. Пришло время отводить Линдси домой, но на месте она обнаружила израненную Энни и ее подвешенного парня. Лори позвонила в полицию и шериф понял, что это работа Майкла Майерса. Маньяк начал преследовать свою сестру, которая прибежала обратно к Томми. Вместе с детьми она спряталась в ванной. К их дому подъехали двое полицейских, они вошли внутрь. Кажется, преступника здесь уже нет. Но тут Майкл зарезал первого окопа и, получив несколько пулевых ранений, сделал то же самое и со вторым. Майкл схватил Лори и понес ее домой. Шериф обнаружил раненую дочь. Сюда же прибежали и перепуганные дети, которые рассказали доктору о бугимене. Очнувшись, Лори обнаружила рядом с собой тело своей подруги Линды. Девушка умоляет маньяка не убивать ее, и он выкинул свой нож. Здоровяк показал ей старую фотографию, но Лори говорит, что не знает, кто на ней изображен. Майкл снял маску и склонил голову. И тогда Лори схватила нож и вонзила его в брата по самую рукоятку. Разломав дверь, Лори смогла выбраться из помещения, но дальше путь из подвала был перекрыт металлической сеткой. Майкл уже пришел в себя. Девушка пробралась через преграду в самый последний момент. Выйдя во двор, Лори поковыляла вперед, не заметив перед собой пустой бассейн, куда она благополучно и упала. Майкл неспешно подошел к краю бассейна и начал спускаться по ступенькам. Убежать Лори все равно не сможет. Но тут его окликнул доктор Лумис. Он попросил Майкла остановиться, а после выпустил ему в спину три пули. Громила рухнул, и доктор спустился вниз, чтобы помочь девушке выбраться. Казалось, все ужасы этой ночи уже закончились. Лумис посадил Лори в полицейскую машину, но оживший Майкл выбил стекло и выволок сестру наружу. Он снова ее куда-то потащил. Доктор попросил оставить девушку в покое, мол, это он во всем виноват, а не она. Великан так и сделал. Он схватил Лумиса за голову и сдавил ее со всей силы. Разобравшись с еще одним давним другом, Майкл снова отправился на поиски сестры, которая спряталась в доме. Он бродит по комнатам и прислушивается к каждому шороху, пока не догадался, где скрывалась Лори. Но девушка успела перебежать в другое место. Она увидела рядом с телом Лумиса пистолет и подобрала его. Из последних сил доктор схватил ногу Майкла, но он его стряхнул с себя, будто не заметив. Лори спряталась на чердаке. Снизу Майкл начал крушить потолок палкой. В итоге девушка, пытаясь уползти, свалилась вниз и разбила себе лицо о пол. Майкл накинулся на нее и они вдвоем упали со второго этажа. Лори оказалась сверху и в тот момент, когда он схватил ее за запястье, выстрелила своему брату в голову в упор.